И так продолжается прямой эфир, это вечерняя Москва, но не обязательно сейчас вечер, когда вы смотрите нас. Меня зовут Михаил Помидоров и у нас сегодня настоящая фея, волшебница, специалист по работе со своим собственным голосом. Марина Лисовец, актриса театра и кино, голос озвучки и дубляжа, автор курса «Алхимия голоса», победитель первой всероссийской премии на лучшую аудиокнигу в номинации «Лучшая женская озвучка». И давайте так уже честно, просто человек, который сейчас нам объяснит и научит нас, почему наш голос так важен нам и что с этим инструментом можно сделать. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Михаил. Я очень рада видеть вас вновь. Я тоже. Мы ведь уже виделись на профессиональном курсе для ведущих, который ввел несравненный Денис Решетов. И у вас там был отдельно блог. Да, это был трехчасовой сет, совершенно верно. Вот объясните, пожалуйста, сейчас еще меньше времени, сейчас у нас нет трех часов. У вас буквально несколько минут для того, чтобы объяснить миллионам наших зрителей, что такое голос, почему нужно с ним что-то делать и вот какую пользу, как инструмент он может принести каждому? Ну, во-первых, как говорил Жерар Буэ, голос — это второе лицо. И здесь, в общем-то, ничего не прибавишь и не отнимешь. Вообще сразу она знает Жерар Буэ. Жерар Буэ, он прекрасен. Но главное — ваш голос. Голос, он, знаете, ведь он как линии на ладошке, как глаза ваши, как ваш аромат, костюм. Вы же думаете о том, как вы сегодня оденетесь? Что вы наденете на тот или иной повод и случай? По крайней мере, если я надену что-то не то, это будет серьезной стрессой проблемы для меня же. И для зрителей. В любом случае. Да. Но с голосом точно так же. Если вы наденете какую-то не ту голосовую маску, неуместную в данной ситуации, и вам будет дискомфортно, и тем, кто вас слушает, соответственно, тоже. Поэтому надо понимать, что голос — это мощнейший инструмент. Он точно такой же элемент стиля, имиджа, как и ваш костюм, как и, не знаю, мейкап для женщины. Она же никогда не выйдет просто обнаженным лицом. Правда? То есть в любом случае мы понимаем, что голосом нужно и можно, самое главное, можно пользоваться. Очень многие люди об этом даже не задумываются. Но есть он и есть. И, знаете, вспоминают, Михаил, когда, ну, например, случается ларингит, и человек с утра просыпается и сказать ничего не может, вот тогда-то он понимает, что у меня же был голос. Вот в этой ситуации человек осознает, что голосом тоже можно было пользоваться. Можно сказать, что после запаха, потому что у нас здесь замечательный был специалист, профессор-отолеринголог. От ларингологии, правильно сказать. От ларинголог. Да, Ирина Кириченко. И мы говорили по поводу запахов, а в связи с ковидом это вообще актуальная тема, что наш мозг рептилии, который дает вот первый сигнал распознавания, свой человек или чужой человек, притяжение или отторжение, что первый маркер – это запах, мы считываем, а второй – это звук голоса. И совершенно неосознанно мы по звуку определяем для себя, будем мы с этим человеком коммуницировать или лучше. Бесконечное спасибо, что вы об этом сказали, вот просто в точку. Потому что для меня, например, не первое и второе место, для меня они оба и запах, и голос на первом месте, честно вам скажу. Потому что, конечно, это еще какие-то пережитки каких-то первобытных, правильно рептилоидный наш мозг, вы верно сказали. Мы определяем свой и чужой, потому что мы слышим. И если вы слышите голос, а у вас при этом все внутри переворачивается, и вам хочется, чтобы этот голос поскорее замолчал, боже, какой ужасный, думаете вы, то это, конечно, не ваш человек. Тут даже не нужно уже начинать грести в одной лодке, для того, чтобы что-то там понять дальше. Кофе пить не идем. Сразу расходимся. Да, точно. Вы уже все про него поняли. И все на каком-то первобытном, абсолютно невербальном уровне. Это же тоже какая-то такая, как, ну, магия, что ли. У нас, в принципе, ее очень много. Много вещей объяснимых научно, а много ведь очень необъяснимых. Что касается голоса, здесь все можно объяснить, безусловно. Понятно, что это частоты, тембры, да, и это либо созвучно в прямом смысле слова вам, либо не созвучно. Я хочу подвести к тому, а вы просто поправьте меня в правильном направлении, я подвожу или нет, что это касается не только людей, когда они работают, когда они делают какую-то презентацию себя на сцене или в офисе, а и дома во взаимоотношениях. Конечно. То, каким голосом вы здороваетесь со своими близкими, выясняете отношения, чем мы все занимались на этой самоизоляции, от этого зависит, собственно, исход. Насколько долго сохранится семья, будет гармоничное отношение, что это вот оно каждую минуту. Ну, смотрите, я бы сказала так, что когда человек попадает в какие-то острые обстоятельства, для большинства все-таки презентация, какие-то переговоры, что-то еще, это довольно стрессовая история. То есть если только человек не прокачан психологически и очень хорошо владеет собой, таких единицы. На самом деле Станиславский же говорил, что волноваться это нормально, адреналин и мандраж, они дают нам кураж. И вот когда мы попадаем в такие обстоятельства, вот там голос может как раз нас подвести. Именно для этого надо заниматься голосом, владеть собой, дыхание ставить, и понимать, как это все работает. То есть можно сказать, что есть даже механическая связь, если мы можем владеть своим голосом, то, значит, мы можем управлять эмоциональным состоянием. Безусловно. Мы можем успокоиться. Это степень влияния на окружающих и на ситуацию. И на себя. Конечно. В первую очередь. Потому что я, например, на курсе первое, что я даю, это основу дыхания правильного, правильно поставленное, вы же помните, диафрагмальное. А давайте сразу вот прям с этого и начнем, потому что люди очень ценят практичность, а не только общие слова. Тем более во времена ковида, когда, собственно, о дыхании так много мы говорим и слышим. О, вы сразу сели по-другому. Я сразу села по-другому. То есть если вот я, например, сижу в кресле вот так откинувшись, то... Диафрагма принимает какую-то, да, не совсем верную форму для дыхания и особенно для говорения и посыла звука, потому что вас должно быть как минимум слышно и понятно. Но я помню ваш вопрос. Вы меня спросили по поводу общения дома. Да. Дома мы расслабляемся. И я советую, рекомендую снимать голосовую маску, потому что если вы условно директор фирмы и привыкли отдавать распоряжение, дома это не прокатит. Или если прокатит, то как раз ненадолго. И вот в этой ситуации, когда вы снимаете маску и становитесь самим собой, ваш голос тоже расслабляется в привычных обстоятельствах и становится самим собой. Над голосом, даже бытовым, тоже можно работать. С какой целью? Чтобы что? Чтобы не развалилась семья. То, про что вы меня спросили. Чтобы вам было комфортно, чтобы с вами было комфортно. Потому что если, например, у вас высокие ноты преобладают, мужчина перестает слышать в принципе. То есть у мужчины, ну скажите, правда же, у мужчины отключается просто восприятие. Сейчас для мужчин прямо индульгенция была, да, Дина? Я рада, да, порадовать. Таким образом, начинаются, естественно, недопонимания, скандалы, конфликты и так далее. То есть то, о чем вы меня, собственно, и спросили изначально. Я бы посоветовала работать над голосом даже для бытового его применения. Вот как работать? Вот когда я слушаю вас, мне даже не приходит в голову мысль о том, что вы работали над голосом, да, что за этим стоит вообще какое-то профессиональное мастерство. Можно я сразу вам в цифрах и датах? Это как-то естественно выглядит, что это же, вот вы просто разговариваете, все хорошо. Все хорошо, именно потому что ежедневный речевой тренинг – это мое маст-хэв и ноу-хау, скажем так. И, ну, я в этой профессии 20 лет. Это очень сложная для меня цифра, как для любой девочки по душе. Но, тем не менее, 20 лет ежедневного тренинга, ежедневной муштры, и, возможно, поэтому у вас возникает ощущение некой легкости, воспринимая меня. Слава Богу, это приятно. Да, это круто. Давайте мы все это сейчас подведем вот к обычному человеку, с чего стоит начать какое-то практическое упражнение, там, как сесть, как сделать вдох. Я подарю правильное дыхание. Почувствовать какой-то контроль над собой, вообще почувствовать связь вот с этим голосом, что это какой-то инструмент. К сожалению, мы в обычной повседневности, поскольку очень несемся и спешим, мы всегда очень зажаты. И зажим этот у любого человека абсолютно есть, даже у самого прокачанного и даже у движенцев. Как правило, он в области плеч, спины или грудной клетки, и когда у нас все здесь зажато, дышать мы правильно. Я имею в виду, речево правильно. Не можем. Как-то же мы живем и дышим, то есть нормально. Но организм недополучает кислорода, недополучает крови. И для того, чтобы все-таки он получил то, что ему причитается, надо сесть ровно. Сразу мне захотелось вдохнуть глубоко. С прямой спиной. Ну давайте покажем. Вы же наверняка помните. То есть не заваливаться, да? Сесть лучше на край стула. Почувствовать, что вы сидите, и ваш позвоночник тянется кверху. Словно вас кто-то тянет, как куклу-марионетку. И сейчас мы вдыхаем, но только вот не сюда, куда обычно дышим, быстро-быстро бегая в повседневности. А вдыхаем вниз живота. Насколько вы чувствуете, вот можете вдохнуть, чем ниже, тем лучше. Поставьте сюда на ребра ладони и почувствуйте, как раздвигаются ваши ребра. Это тоже такой возможный вариант. Или на брюшную стенку. Многие люди, как и я, чувствуют больше ремень, брюк. Если ремень отзывается, значит все хорошо. Дышим туда. И нам нужно хорошенько глубоко вдохнуть носом, не поднимая плечи. Как только мы вдохнули глубоко носом, мы начинаем выдыхать ртом. Выдох долгий и вниз. Давайте сделаем. Три, четыре. И как будто бы из вас, как из воздушного шарика, выпустили воздух. Это же то, что делают курильщики, я так понимаю. Неожиданно мне пришло. Затягиваясь. Они успокаиваются таким образом. Они ртом. Они ртом. Но в принципе это дыхание. Не благодаря именно табаку, а во многом благодаря тому, что делается вдох-выдох. Но уже доказано, что табак не может ничем успокаивать. То есть можно просто отделить вредную привычку от того, что действительно успокаивает. И дышать во благо. Да. И уже успокаиваться без этого. Ну а тем, кто не курит, и таких большинство. Я сразу почувствовал умиротворение. Единственное, это умиротворение нужно чувствовать дома на диване, потому что может закружиться голова. Например, вентиляция лёгких и с непривычки организм скажет, вау, как круто, ты наконец дышишь полной грудью. То есть это просто пришёл кислород. Конечно. Который в обычном зажатом состоянии мы получаем вот щепоточку. А для голоса, если мы говорим именно о голосе, а не только об общем оздоровительном эффекте, это вообще must-have. Мы не можем без этого начать звучать. У нас ничего здесь не откроется, никакие порталы голосовые. И самое главное, что вот этот посыл, который очень нужен, ну и в жизни иногда бывает, надо крикнуть. Особенно со сцены, на презентациях, когда люди сидят и говорят, чего, чего он сказал? А вообще ничего и непонятно, и не слышно. И непонятно-то тоже ведь бывает очень часто, именно от непоставленного дыхания. То есть вот эта поза, когда человек сидит, откинувшись, у него зажата диафрагма, он сжат, это больше поза для слушания? Ну, для релакса, но не для работы, конечно. Ну, если в общении, да, мы вот в общении, то это больше, чтобы воспринимать, да? Мы уже можем и расслабиться, но всё равно будем звучать. А если здесь не прокачано, то, конечно, поза должна быть с прямой спиной и поза рабочая. Можно тогда сказать, что вот этот вот момент, вот сесть прямо, сделать вот вдох через нос, выдох через рот. И глубокий выдох, да. Это полезно делать перед тем, как что-то сказать, донести до собеседника. Это полезно делать точно так же, как и речевую разминку артикуляционную, примерно за час до момента X речевого. Потому что если вы это сделаете прямо вот накануне-накануне, буквально за 5 минут до… Это будет странно, на глазах у собеседника, например. Например. Ну, знаете как, я занимаюсь речевым тренингом, уже настолько он встроен в мою реальность. Это может быть и лифт, и за рулём, и в душе, и на улице. И если где-то кто-то даже подглядывает, я понимаю, что, думаю, городская сумасшедшая. Если это в семье, то вот перед этой фразой нам надо поговорить, вот лучше сделать вот это. Лучше 10 таких. Да. Видите, я даже ушёл от микрофона в сторону. Ну, потому что я вас, видите, вызвала сюда на упражнение. Вы педагог, а я, конечно… Вот, кстати, не обзывайтесь. Я не педагог, я играющий тренер. Я не позиционирую себя как педагог, потому что педагогического образования и, соответственно, такого морального права учить чему-то людей у меня нет. Я могу дорогу показать к самим себе. Вернуть себя, потому что помните, когда вот мы лежим, ну, мы не помним об этом, но так говорят. Когда мы лежим малышами… Есть фотографии доказательства. Да, доказательства вещественные. Дышим животиком и как ребёнок кричит на полную «ааа», он же оттуда кричит. У нас всё это есть при рождении. А дальше начинается воспитание, образование, какие-то комплексы, какие-то условности, какие-то устои, какие-то социальные нормы, морали якобы иногда. Не кричи, замолчи, не перебивай. И я не к тому, что не надо воспитывать, я к тому, что есть какие-то другие пути воспитания, чтобы эти фразы, ну, если употреблять, то крайне редко. Потому что люди, которые ко мне на тренинг приходят, они приходят с запросами из детства тянущимися. То есть меня там просили помолчать, я молчу до сих пор, теперь у меня проблема с позиционированием, с самооценкой, с каким-то выходом к людям. Я там волнуюсь так, что голос пропадает перед тем, как к публике выйти. Ещё раз говорю, мандраж – это нормально, он нам даёт драйв и адреналин. То есть, если встречают человека по одёжке, мы говорим о том, как нас воспринимают. И, соответственно, что мы можем в итоге получить от этого мира, исходя из того, как нас воспринимают. Люди же думают, а кто это передо мной? Сначала по одёжке, дальше уже дело за голосом, что и как мы говорим. Верно? Более того, вам скажу, что по-первыхому привет, уже всё понятно. И вот это первое привет, оно должно быть таким, как вам надо, чтобы развивались эти отношения. Вот что делать, чтобы вот этот первый привет не был жалким, противным? И, кстати, сейчас вы это всё скажете, да, что нужно с собой делать, какие-то упражнения, конкретные штуки. Вот вы уже показали одно действие. Но объясните сначала вот этот феномен, почему так неприятно в первый раз со стороны слышать свой голос на записи большинству людей. Это что такое? Ну, это чисто технический момент, просто потому что резонаторы работают таким образом. Мы изнутри слышим абсолютно иначе. Да, но он другой. Это понятно, почему он другой, но почему он именно неприятный для большинства? А неприятный – это вообще уже претензии не к голосу, это больше какие-то психологические штуки. И тут надо искать, в чём претензии к себе. Мы же, в общем-то, все ковыряемся в себе. У нас есть некий паттерн восприятия себя, некая маска, которую мы носим, и нам нравится, чтобы нас воспринимали люди вот такими, а не другими, условно говоря. И нам не хочется показывать там некое своё истинное лицо, или, может быть, нам хочется быть лучше, и мы во что-то играем. Я уверена, что 90% людей на планете всё-таки играют какую-то некую, не обязательно социальную роль. Но они придумали себе некий свой образ, и они стараются ему соответствовать. И когда вдруг вы слышите себя со стороны, вы понимаете, что это не соответствует моему образу. Здесь надо работать. Надо работать, во-первых, может быть, даже и с психологом, потому что надо понять, в чём проблема. Вообще я знаю единицы, если честно, людей, которые говорят, это не я. Значит, есть какие-то очень глубинные претензии к самому себе. И здесь дело не только в голосе, а наверняка то же самое и с зеркалом происходит. То же самое происходит с каким-то послевкусием от ситуации, когда человек повёл себя так, а потом начал ковыряться, копаться в послевкусии, и понимает, что неправильно я сделал. Это всё звенья одной цепи. Давайте дадим первое звено, а может быть и первых два, несколько звеньев. Что можно сделать со своим голосом уже сейчас, после того, как закончится этот эфир? Мне, конечно, ужасно не хочется раскрывать какие-то тайны своего тренинга. Что-то надо дать. Лучше бы, конечно, пригласила. Я объясню, почему. Не потому что я жадничаю, а потому что это целостное восприятие тогда есть. Системы и понимание, как это всё работает. Это как попробовать, понимаете? Но если я вам сейчас скажу, что голос — это ваша энергия. В контексте тренинга и коучинга вы это поймёте точно. Допустим. Непонятно. Непонятно. А что-то, чтобы я почувствовал реально, что голос — это нечто. То, что вы о нём говорите. Что это? Энергия, ощущение, состояние. Да, конечно. Вспомните себя в той или иной ситуации. Давайте возьмём что-то очень бытовое. Вы в магазине. Так. Каким голосом вы общаетесь с продавцом? Ну, таким отстранённым. Отстранённым. Вы поёте колыбель на ребёнку? Да, когда ребёнок ещё помещался у меня на руках, конечно, пел. Ну, сказки читаете, условно говоря. Каким голосом вы это делаете? Прямая противоположность тому, что я говорю продавцу. Правильно. Именно об этом я и говорю. Голос, особенно если мы говорим про тембр, меня очень часто спрашивают, а можно поменять тембр? Ведь это же константа, это данные от природы. Можно. Потому что если бы нельзя было, то не существовало бы дубляжников и актёров озвучания. Ведь я же говорю с вами своим голосом, потом я говорю за маленькую девочку, а потом я говорю за бабушку. Это же тембральная окраска и не более того. А знаете почему? Потому что я верю в предлагаемые обстоятельства. Вообще вера, она, скажем, в голосовых вопросах горы сворачивает. Потому что если вы уверены в том, что вы говорите, вы зажжёте пламенный огонь, это и есть та самая энергия, которую вы излучаете голосом. Но, как правило, в жизни человека, когда реальная ситуация, там даже не возникает вопрос, верю или нет. Там просто идёт какое-то состояние, человек выплёскивает его. Или раздражение, или радость от встречи. Потому что вы в сто процентах этого состояния находитесь. В предлагаемых обстоятельствах существует и вера стопроцентная. И с этой верой вы выплёскиваете свою эмоцию. Но очень часто косноязычие мешает выплеснуть эту эмоцию. Какие-то проблемы с дикцией, слова-паразиты. А это уже интеллектуально-мнистическая составляющая, потому что развиваться и учиться мы должны, как это ни печально возможно для некоторых, но всё время. Давайте, дайте, пожалуйста, видите, я всё время говорю, дайте, дайте, потому что есть вот этот запрос, и совершенно нехватка конкретики. Дайте что-нибудь, скороговорку, чтобы можно было размять речевой аппарат, своё дыхание, чтобы после этого я почувствовал себя более уверенно и смог донести до человека без потерь те смыслы и эмоции, какие во мне есть. Я сразу скажу, что голос — это система, и нет волшебной таблетки. То, что я сейчас могу дать, поможет просто для какого-то минимального развития и минимального тренинга. Вы можете даже, простите за такой интимный момент, чистя зубы утром и вечером, говорить скороговорку, и это уже будет артикуляционная разминка. Дайте какую-нибудь скороговорку, кстати, то, что нравится лично вам. Давайте такая скороговорка дня от Марины Лисовец. У меня их так много любимых, у меня их целые списки. Вы меня сейчас поставили просто в очень сложный выбор. Если вы сейчас выдадите, не задумываясь, то это будет из вашего подсознательного. Это очень интересно. Из моего подсознательного. Ни Налимы, ни Саши я очень не люблю. Я вообще вам сразу скажу, что скороговоркой я это всё не называю. Я называю это чисто говоркой, потому что в нашей ситуации самое главное — произнести. У меня есть потрясающее упражнение. Давайте уж я вам откроюсь, так и быть. Наверняка вы его помните. Это скороговорка, чистоговорка с пробкой. Потому что когда вы вставляете между зубов пробку, то ваша артикуляция начинает сразу же работать так, как нужно. Именно в повседневности. Если мы говорим, например, помните Муравьёву, да? Кукувка, кукуфонку с орехами за щёчками. С орехами грецкими. Это всё для того, чтобы зритель понял, что героиня занимается речью. Это не работает. Не работает какое-то препятствие внутри рта. Работает препятствие именно, ну скажем, между зубов. Единственное, что я сразу скажу, что та поза, в которой мы с вами, собственно, дышали, и начинать нужно речь всё-таки всегда с дыхания, она должна быть и при произнесении любой чистоговорки с пробкой, потому что у нас иначе смещаются челюсти, да? И это может иметь обратный эффект, эффект разрушения. Нам он не нужен. Мы ставим пробочку между зубами и произносим, артикулируя очень явно, нарочито, любую вашу любимую чистоговорку. А вот ваша какая? Я что-то про выдры помню. Я всё делаю... Выдры — это моё любимое. Я не могу удержать это в памяти. У меня бумажка, это всё, она отсканированная, и там с десяток этих чистоговорок. Да-да-да. Я просто по бумажке работаю. Понятно. Ну, вы знаете, я всё-таки... Единственный случай в жизни. Да, не буду тратить время на чистоговорки наши эфирные, потому что это... Любая подойдёт. Бесконечно много в интернете. Именно технология с пробкой, зажатой в зубах. Там ведь понимаете, Михаил, какая история? Ведь у каждого есть какие-то свои, но я не скажу проблемы, но задачи речевые, артикуляционные. Особенности. Что нужно решать, конечно. И каждая чистоговорка, которую я сейчас даже назову одну, она решает только одну задачу, не более того. Вот... Поэтому у вас списки. Назовите, чтобы мы как пример поняли, что вы имеете в виду. Но если мы говорим про выдру в гетрах, мою любимую, собственно, практически мною сочинённую, да, которую я использую на своей алхимии, приходите на коучинг, и я буду вам очень рада. Как раз сейчас, кстати, он начался. 1 августа мы запустили новый поток, и это совсем не то, где были вы. Это уже онлайн-версия. Это версия в WhatsApp. Там мы решаем как раз этой чистоговоркой практически все задачи. Ну что ж, это был анонс, да, у нас сейчас... А время-то, представляете, как летит? Что вы? Быстрее, чем чистоговорки. Да что вы? Поэтому мы ставим многоточие, потому что есть ещё что рассказать. И, конечно, да, воспользуйтесь приглашением. Всё-таки Марина Лисовец не каждый день приглашает вас на «Алхимию голоса». Сегодня скажите спасибо и обязательно попробуйте то, что вам было показано. Спасибо Марине Лисовецу, актрисе театра и кино, голосу озвучки дубляжа, автору курса «Алхимия», голоса победителю первой всероссийской премии на лучшую аудиокнигу в номинации «Лучшая женская озвучка». Ваш голос должен работать... «Алхимия» 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 Продолжение следует...